Всем привет, меня зовут Илья. Сегодня 27 июля 2021 года и в этом видео мы с вами, дорогие друзья, посмотрим самые оптимальные варианты покупки басух на сегодняшний день. В недорогом сегменте самая продаваемая бас-гитара для новичков среднего уровня. Не будем смотреть в свой какой-то супер топовый сегмент, именно самые продаваемые варианты будем смотреть на сайте Мусторга, потому что это самый крупный, так скажем, магазин у нас в России. Будем смотреть по порядку, прям по брендам, Корт, Фендер, Гибсон. Поэтому я постараюсь выделить те варианты, которые мне кажутся, на мой взгляд. Опять же, это мое мнение личное, оно может не совпадать с вашим, то, что хорошо мне, может быть нехорошо вам и так далее. Поэтому это мое лишь мнение и я попытаюсь сегодня также свой топ какой-то составить на основе того, что мы сегодня посмотрим. Попробую какой-то топ для новичков, потому что часто вопросы, какой базы для новичка, для начинающего, на чем лучше учиться и так далее, это, естественно, мучает этот вопрос очень многих людей. Поэтому сегодня мы постараемся, на сегодняшний день, опять же, потому что цены меняются, и цены, и ассортимент, так сказать, моделей и так далее, так далее. В общем, начнем. Так, первое у нас это будет Корт. Открываем Корт, ставим, собственно, сейчас у меня что-то интернет куда-то, а, вот, все, норм. Значит, сначала подешевле, начнем с дешевого. Значит, первое у нас здесь, самые недорогие модели, это Корт Экшн. Вообще, как бы, сама фирма Корт, я могу сказать, что это отличный вариант по цене и качеству. То есть, у них отличная на сегодняшний день сборка, отличное качество. У меня у самого есть вот такой вот C5 только, пятиструнник. И я был, честно говоря, у меня есть обзор на канале, я был очень удивлен качеством этого инструмента. Реально, за свои деньги, это просто один из топовавших для новичка. И вообще, как рабочая лошадка, это отличный инструмент, могу рекомендовать. Соответственно, что у нас по модельному ряду? Сначала этот Корт Экшн, это самый простой, точнее, даже не самый простой. У них все есть Корт Джуниор с уменьшенной мензурой. Там, по-моему, 30 мензур, он как раз для новичков, для подростков. Его здесь почему-то нет, но раньше он был. Именно, там, может быть, для, там, женщин, небольших людей, то есть, подростков, есть Корт Джуниор. Здесь он почему-то нет, но он еще дешевле, он стоит, там, 13 тысяч. Ну, неплохой инструмент по качеству, в том числе. Значит, у нас здесь Корт Экшн, это самые простые карты после, как бы, Джуниора. Здесь максимально все просто, простая электроника. Если, вот, например, вот синий мы откроем. Самая простая электроника, все максимально просто. То есть, максимально все выдешевлено, но, в принципе, брать можно. То есть, четырехструнный инструмент вполне себе для обучения. Опять же, Корт Экшн, дальше у нас идут копии, копии Джазбаса, то же самое. Самый простой вариант. Конечно, есть смысл чуть-чуть доплатить, ну, как чуть-чуть, десятку, и уже взять С, С4. Вот эти инструменты. Они за свои деньги, я считаю, что это, тут лучшая начинка будет за вот эти 32 тысячи. Здесь у нас звукосниматели Бортолини, Марк Бас, значит, электроника. Инструменты очень даже. То есть, как рабочие лошадки, у меня такое есть. В данном, в этом году я был удивлен качеством сборки, отлично. То есть, единственное, что у картов, может быть, они немножко где-то жестковаты, если сравнивать с другими моделями. Вот, то есть, можно брать С4, С5, кому сколько струн нужно, опять же. Отличные инструменты. Также, чуть повыше, если доплатить, можно взять серию Б. Здесь, кстати, она не представлена. Но это, в принципе, то же самое. Но единственная разница, у них идет фурнитура. Колки уже идут более навороченные, хип-шот, соответственно, поинтереснее будут. И у них также цвета. Там есть классный синий цвет, зеленый, то есть, очень красивые цвета у Б серии. Опять же, они будут по качеству, но, в принципе, начинка та же самая. Но лучше будет, собственно, фурнитура. Колки. То есть, хип-шот, это уже крутая колковая механика. Здесь можно даже где-то... Вот. Хип-шот ультимейт. Ультралайт, точнее. Да, извиняюсь. Значит, хип-шот ультралайт. То есть, там фишка в том, что они очень легкие, эти колки. Очень точные и легкие. Они, как бы, не мешают балансу гитару. При этом, довольно, то есть, как бы, качественные по материалам. Опять же, да. Корт. Значит, корт, в принципе, уважаю. По цене и по качеству отличные инструменты. Дальше идут то, что выше 50. Это, в принципе, то же самое. Единственное, идет, естественно, как бы, удорожание. Опять же, колки лучше. Стоит здесь бридж уже такой массивный. Крутилки. Все, как бы, ну, более качественные материалы. Сквозной гриф, соответственно. В принципе, те же бортолини датчики. То есть, как бы, ну, удорожаются. Улучшаются материалы. Соответственно, звук от этого тоже лучше. Но 54 мы будем сегодня смотреть до 50. То есть, до 50 самые продаваемые, так сказать, басы. Значит, с картом все понятно. Идем дальше. Fender. Fender. Значит, здесь у нас, если поставить самые дешевые инструменты, у нас будут сейчас вот эти Fender Square Affinity Bronco. Их сейчас нету, но, видимо, заказывать. Вот. Это, значит, инструмент, так скажем, с уменьшенной мензурой. Он чуть поменьше. Опять же, рассчитан на новичков, на подростков, на каких-то вот, там, может быть, школьников. Не знаю. То есть, людей как приобщать к музыке. То есть, приобщение молодого поколения к музыке. У них, получается, мензуры 30. Стандартная нам 34. Соответственно, они будут маленькие. Ну, специфический вариант такой, может быть, 19 ладов всего. То есть, совсем маленькая гитарка такая, не знаю, реально, для ребенка-подростка. Вот. То есть, специфический вариант. Как бы, конечно, лучше взять полноразмерную, на мой взгляд. Дальше, на Афинити. Значит, Афинити. И, опять же, эти модели, опять же, созданы для тех, кто хочет фендер. Кто хочет максимально близко, ну, скажем, новичок. У него нет средств таких больших, чтобы за 200 тысяч покупать американского. Соответственно, Афинити предлагает самые качественные копии в этом плане. Здесь из ольхи у нас, опять же, корпус максимально близкий по материалам к оригинальным фендерам. Соответственно, если вы хотите именно, как бы, звук фендеровский. Если вы хотите именно, вам нравятся вот эти формы классические, там, например, тот же Афинити Джазбас, то стоит обратить внимание на Афинити. Цена, конечно, кусача, 30 тысяч. Но это хорошие копии, качественные, наиболее приближенные к оригинальному фендеру. Опять же, из всего того, что есть в этом сегменте, финансовом в этом, скажем, до 40-50 тысяч, это будет самое, ну, до 50, одна из самых, так скажем, приближенных именно Афинити. Дальше у нас Classic Vibe. Идет вот Classic Vibe, опять же, 46, уже дороговато. Опять же, Classic Vibe – это серия, которая ценится. То есть, вот эти сквера, они, в принципе, музыкальном сообществе ценятся, особенно старые Classic Vibe. И сейчас, конечно, если есть, ну, как бы, возможность, то, в принципе, например, я бы взял бы от себя Classic Vibe, опять же. То есть, это, наверное, до 50 тысяч, самый приближенный будет уже к фендеру. Например, тот же можно взять Precision. Вот. Единственное, да, вот материал корпуса у них из Тополя. У Афинити из Альхии, у этих из Тополя. То есть, опять же, меняется у них из года в год вот это все. Индийский лавр вместо палисандра. Понятно, да, потому что палисандр сейчас, как бы, ну, он в Красной книге. И на дешевых инструментах вы не встретите уже. Палисандр, он запрещен. Поэтому, скорее всего, какой-то индийский лавр. Какие-то будут, опять же, породы дерева уже экзотические, азиатские. Вот. Поэтому в этой ситуации, может быть, стоит обратить внимание именно на кленовый гриф. Они будут более-таки, так скажем, ну, как сказать, исконно, исконно правильные. Допустим, взять кленовый гриф вот такой вот, опять же. По поводу Classic Vibe. Мне очень нравятся инструменты по звуку. Классные. Очень приближенные к настоящему фендеру. То есть, как бы, единственное минус дорого, да. То есть, уже 46 тысяч. Довольно много для новичка. Но если есть возможность, я бы, например, себе взял. Опять же. И вот этот сегмент для новичка, как многие говорят, вот инструмент для новичка, очень спорно. Потому что все преподаватели солидные, приличные, которых я знаю, они всегда сетуют, говорят и склоняют своих учеников на покупки именно хорошего инструмента. Потому что на нем комфортнее учиться. Он качественно звучит. То есть, складываются культуры звука, складывается культура вообще игры на инструменте. Если вы возьмете какие-то дрова китайские, соответственно, это все будет страдать. И звук это будет не строить. Это все будет в руках разваливаться. То есть, в общем-то, чем лучше инструмент, соответственно, тем лучше. Учиться можно и на американском фендере. Но мы сегодня рассматриваем самое продаваемое. То есть, это сегмент до 50 тысяч. Опять же, да, классик вайп. Если взять, например... Так, секунду, вылетел я куда-то. Фендер. Фендер, 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 фендер. Подешевле. Давайте вернемся к Affinity. Опять же, Affinity. Очень старая модель, выпускается очень давно, зарекомендованная. Всегда можно перепродать. Всегда, например, хотите что-то получше купить, можно всегда этот Affinity у вас купить в любом случае на Авито. То есть, это хороший вариант для нычка. Они хорошо очень, в принципе, ценятся в таком начальном сегменте. И довольно качественно сделаны. Здесь у нас характеристики ольха. Вот материал топа ольха пишут о ней, корпуса. И топа, и корпуса ольха. То есть, ольха это такой более классический вариант. По звуку, по тембру он будет ближе к американцам. В отличие от того же тополя. Вот. В отличие от того же тополя. Вот. Собственно, все. Значит, у нас здесь до 50 тысяч основные. Основные, на что стоит обратить внимание, это Affinity 30 тысяч. И Classic Vibe. Если есть побольше бюджет, конечно, лучше взять Classic Vibe. Даже скажу больше. Я даже рассматриваю. И у меня есть в голове такая идея. Как бы купить себе. Хочу себе вот этот Precision тембр. Именно взять Classic Vibe для этого. То есть, как бы недорого. Потому что американские это копить очень долго. Нереально. В сегодняшнем состоянии. В сегодняшнем реалии. Поэтому, в принципе, как замена, можно взять, опять же, пресс. Classic Vibe для новичка вообще отлично. Вот. Я тоже посмотрю, подумаю, может быть, себе, чтобы овладеть этим Precision тембром. Тоже посмотреть именно вот Classic Vibe. Отличный инструмент. Так. Все. С фондерами разобрались. Значит, здесь у нас Affinity плюс Classic Vibe в приоритете. Гипсон. Значит, идем дальше. Гипсон. 0 штук пишет почему-то. Так. Гипсон. Ну, здесь у нас очень все дорого. Опять же, специфические инструменты, они очень редко продаются. Очень дорого. И они все, как бы, вы видите, под гипсом, под лэсполом. Сделаны, как бы, на любителя. Ну, у нас это не наша ценовая категория. Проворачиваем дальше. Ibanez. Ibanez. Всего 20 моделей у нас. Давайте начнем сначала дешевле. Так. Начинается все это. Ibanez у нас входной порог. Это 24 тысячи. Это серия Gio. Я играл на таком инструменте. 200B. И могу сказать, это хороший качественный инструмент для новичка. Брать можно. То есть, они хорошо сделаны. Никаких вообще в плане, так сказать, в плане качества сборки. Именно вот эта модель, она как раз-таки рассчитана, когда у нас поднялся доллар. И цены на SR, там, 300-500, они сильно взлетели. И чтобы забить вот эту вот ценовую, так скажем, ценовую нишу, сделали вот эту серию Gio, которая до 30 тысяч, она недорогая. Но я считаю, что получилась неплохая серия, звучит. Конечно, от нее никаких там сверх чудес вы не дождетесь. Обычный бас, рабочая лошадка для новичка отлично. Их плюс в том, что, опять же, это Ibanez гриф, очень удобный, очень быстрый. Если вы хотите какую-то, допустим, стремитесь каким-то соло играть, там, какие-то быстрые пассажи. Опять же, они очень мягкие, легко зажимать, нормально отстроены с завода. То есть, в принципе, для новичка это отличный инструмент, 24 тысячи. Даже активный темброблок, представляете, за 24 тысячи активный. Конечно, тут простые датчики, мыльницы, ничего особенного. Но актив, как бы, будет интересный современный звук, вполне себе. Если вы склонны к современному звуку, то, допустим, можно выбрать Ibanez вместо Affinity того же. Affinity, правда, подороже будет. То есть, Gio серия, как раз-таки, вот этот ценовой диапазон, самые недорогие сейчас Ibanez заполняет. Так, идем дальше. Ну, соответственно, тут 205-я, то же самое, только 5-струнная, с хамбами двумя. В принципе, та же Gio, только 5-струночка. То есть, как бы, неплохое. Это что-то наподобие SR300, которая раньше была, вот эта дешевенькая. Они SR300 сейчас мы до него дадем. Но это, как бы, практически то же самое, только, ну, как бы, Gio. А SR300 они, как бы, модернизировали, она стала подороже. И, как бы, и другие компоненты. То есть, такой старый SR300, так скажем, 205-й. То есть, есть и, значит, у нас вот такого тоже цвета. Неплохие инструменты. Это, наверное, самая, в принципе, недорогая 5-струнка. Это вот 29600 из того, что можно покупать. В принципе, они неплохие по качеству. Идем дальше. Дальше у нас IBANES, вот эта новая серия у них, SRM-D200-BKF. Значит, это не так давно у них появилось. Где-то в году, наверное, 19-м, 18-м они презентовали. Я был на семинаре IBANES в Москве, как раз. Они мне рассказывали про вот эту вот серию. Значит, что о ней нужно знать? Это инструменты рассчитаны, опять же, у них уменьшенная мензура. 32, по-моему, мензура. Да, 32, то есть поменьше чуть-чуть мензура. Они сами по себе поменьше. Расстояние между ладами, между порожками поменьше. Этот инструмент был создан, опять же, для подростков, для того, чтобы привлекать молодое поколение, втягивать их музыку, вот это все популяризировать. Идея была IBANES именно в этом. Вот. Здесь почему-то только вот одна представлена. Вот такого цвета. Черным с каким-то гардом белым. Прикольный кленовый гриф. Сейчас, опять же, повторюсь, кленовый гриф я бы рассматривал в приоритете, потому что палисандра нормально уже нет. Может быть, кленовый гриф это норм вариант сейчас в современных реалиях. Значит, красив выглядит, уменьшенная мензура, легкий, удобно играть, удобно носить. Там, взял подмышку, не весит ничего. То есть, хороший такой удобный для новичка инструмент. Вот. Здесь почему-то представлен только один вариант. Вообще, они задумывались, как в разных прикольных цветах. Там, серф грин, серф блю, там, какие-то красные, оранжевые, там, коралловые. Цвета, синие. То есть, они такие вот именно веселые, такие современные хипстерские инструменты. Ну, что-то, как-то я вот смотрю. Они раньше были, на сайте их больше было. Сейчас вообще осталось только один. Видимо, не особо они у нас сошли. Не знаю. То есть, как бы, ну, специфический инструмент, опять же, это любой вот этот, как бы, понимаете, любой эксперимент, он рискованный. В любом случае, он может быть, как бы, неоправдан. Не знаю. То есть, смотрите, уменьшенный инструмент может быть для девочек неплохо. У кого пальцы маленькие, опять же, там, поменьше расстояния. Неплохой, может быть, вариант. Но, опять же, это надо щупать, это индивидуально. Значит, то есть, SR300 у нас дальше идет, 36 тысяч. Шестиструнка, GEO, кстати, опять же. То есть, одна из самых доступных шестиструнок. Если вы, допустим, если у вас цель заменить гитару, то можно рассматривать, конечно, и шестиструнные варианты. Вот GEO. Они нормально собраны, нормально строят. В общем-то, неплохие инструменты можно брать. Единственный цвет такой не очень мне нравится, коричневый. В другом цвете можно было посмотреть уже поинтереснее. Так, идем дальше. SR300. SR300 и SR, да, вот дальше мы пойдем. Тут разных цветов, кстати, SR300. Тут даже есть розовый появился у них. Давайте посмотрим SR300. Значит, SR300. Это, не побоюсь этого слова, легендарная модель. Она выпускается очень давно. Она претерпевала изменения. Менялись датчики, менялись электроники, конфигурация. Но это одна из самых вообще продаваемых и самых популярных среди нюшков модели. Она отличная. Это отличный инструмент. Звучит рабочая лошадка. Просто супер. Но, опять же, в последнее время они изменили очень много. Изменили датчики, изменили, в принципе, электронику и все. И они, конечно, неплохие по звучанию. У них есть свой характер. Они очень мягкие. Удобно зажимать. Вот это вот ибанезская эргономика. Опять же, если вы хотите летать по грифу, то этот Slim гриф очень тонкий. Он очень удобный, очень скоростной. В случае, если вы хотите виртуозности какой-то на гитаре, то это на бас-гитаре. Это отличный вариант. Опять же, но я себе заказывал SR-305. Я себе заказывал недорогую пятиструнг как рабочую лошадку. Объясню ситуацию. Значит, вот такой модели. Она пришла. Опять же, был скол на грифе замазанный. Замазанный скол. Прям видно. Причем, где-то, видимо, пересушили дерево. Оно отвалилось. Его как-то замазали, заклеили. И даже бугорок был криво заклеили. Опять же, были. 12 лад звенел. Опять же, следы каких-то ударов. То есть, непонятно. Пришло. Я не стал брать. То есть, качество мне не понравилось. Контроль качества не очень. То или что-то такое. В итоге, я отказался. От вот этого взял корт. Опять же, взял корт. Ближайший конкурент у него. Да, это вот корты, конечно. Но, опять же, по мягкости, по удобности. Ибанез может быть даже поинтереснее, чем корт. Корты пожестче будут. Поспецифичнее в этом плане. Не такие скоростные. Ибанезы, конечно, удобные. То есть, у него... Мне понравилось все в этом инструменте. Мне понравился звук. У него есть свой характер. Классный гриф. Очень удобно играть. Один из самых удобнейших вообще у Ибанеза грифа. Вот это даже пятиструнную модель, если брать. Очень удобно. Как бы на пятиструнке вообще никаких усилий не нужно, чтобы на пятую сторону играть. Все очень хорошо. Но мне не понравилось качество. То есть, опять же, они, видимо, изменили производство. Поменяли. И где-то какие-то вот очень много вот этих мелких. Тут где-то там что-то отвалилось. Какое-то где-то заклеено. Ну, кое-что мне не понравилось. Короче, вот именно по качеству я не стал брать. Причем я ее носил к мастеру сразу, даже не покупая. Отнес к мастеру. Вот. И мне мастер сказал, типа, нет, не стоит с этим. Я, в общем, взял корт. Корт может быть пожестче, но по качеству гораздо мне больше. А нас по сборке. То есть, например, взять... Вот мы сейчас вернемся чуть назад. У меня есть сейчас корт С5. С5, С5. Это С4 у нас. С4. Где С5 корт? Где-то... Нет уже. А, вот он, да, С5. Вот такой вот, именно такой расцветки. Как бы здесь вот вообще было не к чему придраться. То есть, по сборке просто супер. И Бонез, к сожалению, хуже по сборке. На данный момент. Именно СР серии. Вот. И еще минусы Бонеза, на мой взгляд, это цена. То есть, 40 тысяч рублей можно чуть-чуть добавить. Буквально пару тысяч рублей. И взять, допустим, уже Classic Vibe. Я бы, наверное, скорее взял Classic Vibe. Какой-нибудь пресс. То есть, дороговато. И Бонеза это почему-то дорого. То есть, это они даже дороже как-то по бренду, чем Fender. То есть, 42 тысячи рублей это дороговато. При том, что можно взять, опять же, корт. Тоже С4, С5. Даже Б. Бэшку можно взять уже. Бэшку. Которая будет вообще очень интересна по фурнитуре. По звукоснимателям. Гораздо интереснее, на мой взгляд, чем И Бонеза. Так, ну SR500 тоже вторая легенда. Это знаете, как iPhone 11, iPhone 12. Вот два брата. Но это более там повыше серия. Ну, уже 67 тысяч, как бы мы уже не рассматриваем. Это залезает за наш, как бы, диапазон. Тоже легендарная модель, но очень сильно подорожала. В последнее время. Поэтому мы ее не рассматриваем. Ну, как бы в этом диапазоне. Так, в принципе, можно брать легендарный SR500. Так, Jackson. Идем дальше. Следующие у нас Джексоны идут. Опять же, здесь у нас как раз Джексоны. Это вот про... Про хард-рок под металл. Под вот эту тематику. На тематику какого-то рока. То есть, опять же, для любителей. Я не люблю такие формы. Мне не нравятся. То есть, это вот как гитара, только бас-гитара. Даже вот гриф, вот эти вот акулии зубы. Вот. Опять же, ну, это на любителя. Я бы, например, не стал такую покупать. Но, допустим, есть люди, которым нравится вот эта стилистика. Вот этот хард-рок, металл. Которые не рассматривают гитары. Там вообще даже не понимают, зачем гитара без рогов. Зачем вот, если нету, как бы, вот это вот, там, каких-то экстремальных форм. Вот это вот. Они, как бы, ну, не воспринимают. И опять же, Джексон. 26 тысяч. Можно взять вот такой вариант. С кленовым грифом. Я на нем не играл. Мне попался один Джексон только в моей жизни. Это, по-моему, был вот этот спектр белый. И она была, какой-то у него был по грифу там проблема. И ее, по-моему, по-моему, да. То есть, там какие-то были проблемы. Но, в общем, на любитель инструмент. Мне показалось довольно жестковатый. То есть, надо отстраивать сразу. У мастера их. Вот, то есть, высоковато были струны над грифом такие. То есть, требуют доводки. Но любители, но любители. Если вы поклонник вот там Iron Maiden, ну, опять же, можно присижу взять, да. То есть, как поклонники вот этой вот культуры метальной, готической. То можно, в принципе, брать. Опять же, здесь у нас вот спектр есть до 50. Спектра 4. Тут какие-то варианты. Но у них есть какой-то некий общий, вот, какой-то код, дизайн-код. Какой-то такой вот рок. Вот этот тут поменьше. Такой у них есть общая черта. Вот. Ну, как бы, опять же, ну любители, ну любители. Идем дальше. Yamaha. 32 модельки у нас представлено. Что по поводу Yamaha? Я крайне, крайне уважаю эту фирму. И если у меня спрашивают где-то в личке, пишут ВКонтакте. Много такое было. Посоветую инструмент для новичка. Я всегда советую именно вот недорогой. Там 20-25 тысяч рублей. Там до 30 обычно смотрят именно кто начинает. Не хочет складываться сильно, допустим. Или там нет денег. Я рекомендую вот эта 174 модель. В чем ее, как бы, преимущество? Значит, у нас корпус Альха. То есть, это уже хорошо. Это не там Липа, не Агатис. Это вот Альха. Мне всегда радует, что когда Альха. Липа тоже хорошо. Как бы, но Альха вот всегда она подороже. Как-то вот на бюджетках. Ее редко можно встретить на бюджетных моделях. Не так часто, как тоже Липа, тоже Агатис. Хотя Липа отлично звучит. Тоже многим нравится. Опять же. Вот. Но здесь Альха. То есть, недорогой инструмент за 22 тысячи рублей. Из Альхи. В чем его преимущество? В том, что эта модель уже выпускается очень давно. Очень давно. То есть, это старая модель. И она... Ямаха, как бы, за что им респект, они сохраняют вот это вот. Стараются всегда сохранить свои какие-то удачные модели. Не меняя максимально. Не прогибаются под вот этими какими-то экономическими ситуациями. Всегда стараются максимум сохранить вот это свое неповторимое инструменты. За что их любят. Эта модель практически не изменялась уже очень много лет. Наверное, больше 10 она точно не изменялась. Это очень удобный инструмент. 24 лада. Ольховый корпус. Качественно сделан. Опять же, качество Альхи. Альхи я уважаю за качество. У них даже есть такой как лозунг. Сделано на Альхи. То есть, не там, не в Китае, не в Индонезии. А сделано на Альхи. То есть, у них неважно. Хоть он сделан там в Индонезии где-то. Но качество Ямаховское, опять же. И это действительно так. Это отличный качественный инструмент. Для новичка. Звучит удобный. Можно всеми техниками играть. 24 лада. Пожалуйста, и аккорды. Значит, такая система сингл разделенная. И сингл такой классический. Джаз-бас. Все как бы отлично. Отличный инструмент. Красивый. Есть также в черном цвете. В общем, рекомендую. Я думаю, что в топ-3 я его сегодня помещу. В топ-3 самых... Классных инструментов. Недорогих. Которые можно купить. Опять же, Ямаха известный бренд. Всегда можно продать. Всегда можно его как бы... Это такой известный инструмент. Довольно покупаемый. В общем, заслуженно. Что у нас? Давайте посмотрим дальше у Ямахи есть. А дальше-то особо ничего и нет у Ямахи. Есть вот эти вот BB234. Black. Бэри. Redberry. Такие классические. Форма на любителя. Не все их жалуют. Есть даже 5-ти струнки. Вот 43 тысяч. Но их сейчас вот тоже под заказ. Ну, как бы, зная Ямаху, это отличные все инструменты по качеству. Опять же, ну, форма на любителя. Очень специфическая. Ну, как лично мне так кажется, что она специфическая. Кому-то это нормально. Опять же, за Ямаховское качество. Как бы, тут вопросов никаких нет. Ну, в принципе, больше ничего нету здесь. До вот этой серии. Остальное все очень дорого. Вот. Я, опять же, люблю и басы Ямахи. Но как-то у меня не сложилось. У меня был. У меня был когда-то вот этот старый. Очень давно. Очень давно. Очень давно, в году 2008-м. У меня был такой. Он тогда стоил 8 тысяч. То есть, грех не купить было за 8 тысяч такой инструмент. И я его использовал на репетиции, как рабочий лошад. Таскать просто там. Не хотел с основным инструментом. Я вот как брал с собой на репетиции, опять же. Оставлял там. Не жалко было. Но это классный инструмент, который можно как бы, ну, как рабочую лошадку использовать. И они по качествам ничего не будут. Как бы, отлично. Вот. И у меня была возможность купить вот такие вот. Корейские были еще вот эти. 1004 TRB. Отличные инструменты. Когда-то лет 10 назад продавался у нас в городе вот такой вот инструмент. Корейский. И его отдавали за 20-ку. И я пришел, и что-то я пожадничал. Короче, не купил. У меня были тогда инструменты, но я рассматривал пятиструнку. И я что-то не купил. Я приходил уже смотреть его. И сейчас жалею. Потому что это классно. Даже был пятиструн. Ну, корейский. Тут я не знаю. Они корейские, наверное, тоже. Вот эти. То есть был именно пятиструн. Вот такого плана. Я как бы сейчас вот жалею. Что не взял. Супер инструмент. Вот такой виртуозный. Там как патитучий типа такого. Вот. Так. Ну, в схемах все понятно. Отличные инструменты. Как бы рекомендую. Опять же, выбор у них небольшой сейчас. Потому что вообще в связи с этой пандемией. Как бы сейчас с поставками в Японии проблем. Вот. Идем дальше. Значит, Джексон посмотрели. Ямаху посмотрели. Что у нас еще остается? Блин, сбилось все. Так. Давайте смотреть. Значит, Фернандес. Давайте посмотрим Фернандес. Так. Что хочу сказать по Фернандесу. Фернандес – это известная довольно старая японская фирма, которая делает отличные инструменты. Копии, как правило, она специализирует. Сначала она на акустических, там классиках каких-то специализируется. Но потом начали делать эти копии фундеров. Вот. Ну, такие как бы специфические копии. Копии не совсем. Да. Вот голова мы увидим. Например, взять пресс от Фернандес. Видим голову, да, не такую нетрадиционную. Но корпус, в принципе, как на фендере. Такие. Они специализировались в большей степени на вот этих копиях фундеров. Очень известная, очень хорошая компания. В принципе, качественные инструменты делала. Вот. Даже у Курта Кобейна был страт именно вот Фернандес. Вот. И как бы... Ну, они были японские. Сейчас они, естественно, делаются уже там не в Японии. В других местах азиатских. В общем, тоже, ну, как бы, отличный вариант. Они у нас из чего сделаны? Опять же, Альха. То есть, недорого на уровне Афинити. То есть, это примерно плюс-минус по качеству будет с Афинити. Где-то заявляется, что даже где-то получше они, типа, собираются. Но, опять же, я не играл вот именно на новых вот этих Фернандес. Но можно рассматривать, опять же, нормальный материал. Альха, клён. Всё классически. 20 ладов. Делаются на Тайване написано. Ну, в общем, единственное, конечно, если вы хотите прям копию Fender'а, прям максимально приближённый, всё-таки Афинити будет поближе. По форме, по там компонентам. Афинити будет и Classic White даже более такая копия, как бы, по-трушней, так сказать. Но, в принципе, брать можно. Тут есть какой-то экстремальный за 37 тысяч, такой для металла больше. Да, вот, с двумя сиглами такими жирными. По-моему, он пассивный даже. Gravity 4X. Тоже из Альхии они делают, ну, в принципе, неплохо. Это по материалам. Альха, 24 ладость, уже, как бы, ну, такой более прогрессивный инструмент. Ну, не фондеровская копия. Вот. Ну, в принципе, брать можно. Фернандес, опять же, если вы фанат Fender'а, то, смотрите, как бы, может быть, как бы, конкурент у него ближайший, это вот Афинити. Чуть подороже. Но по качеству говорят, что, типа, делано лучше, но не знаю, как бы. Надо смотреть, там, разброс, может быть, по качеству довольно такой большой. Вот. Так, значит, Фернандес посмотрели. Джексон и Бонес, Ямаху. Давайте смотреть Джиндель. Ну, Джиндель у нас тут не будет ничего в этом диапазоне. Это хороший тоже инструмент, такие копии тоже фондеров, в принципе. Но тут ничего такого доступного нет. Они довольно дорогие. И даже в Индонезии, которые делаются в Джиндель, они стоят там под 80-90 тысяч, как бы. Это довольно дорого. Можно взять что-нибудь подешевле. Так, идем дальше. Гибсон. Гибсон мы смотрели. Так, Гибсон мы, по-моему, смотрели. Да, Гибсон мы смотрели. Значит, там тоже ничего нету такого, то, что нам интересно. Так, Годин. Опять же, Годин это канадская фирма. Тоже специфическая, довольно дорогие инструменты. Вот. 184 тысяч, один, ну, как бы, тут понятно. Тут особо нечего смотреть. Как бы канадские, есть такие полуакустические, у них ценятся, в принципе, инструменты. Так, давай посмотрим теперь эпифончики. Вот эпифончики интересные. Значит, у нас здесь всего представлено три модели. Опять же, это специфика именно такая, более тяжелая музыка, вот, для тяжеляка. Так, это у нас, значит, Тоби Делюкс. Это у нас, значит, именная модель. Это именная модель с активным звукоснимателем. Опять же, на любителя форма. Вот эти рога. Говорю, всякие вот кресты здесь. Здесь, то есть, это вот, ну, любитель, опять же, готической тематики. Если любите, в принципе, можно брать. Ну, как бы, тоже надо смотреть по качеству. По материалам что у нас? Сахарный клен, какая-то лучистая сосна. То есть, ну, по материалам корпуса, не знаю. То есть, какое-то все нетрадиционное слишком, да, какая-то лучистая сосна. Первый раз вижу такое. Как бы, поэтому смотрите сами здесь. Как бы, брать, не брать. Ну, ценник такой, ну, 37 тысяч, смотрите. Значит, то же самое красное. Ну, и легендарный Thunderbird. Опять же, для новичков Thunderbird, не знаю, специфическая вещь, опять же, по форме. Потому что новички, они, опять же, если вы новичок, вы будете, скорее всего, все время играть сидя. На нем сидя вообще неудобно играть. Его перевешивает, он, ну, как бы, не совсем для этого. Это вот именно берется под такие концертные какие-то, чтобы эффектно выглядеть на сцене. Чтобы вот эта тематика, вот эта вот, как бы, рок-н-ролльная, хард-роковая такая вот, как бы. Ну, это тоже, кстати, по качеству они отличные. Они максимально приближенные к американскому Thunderbird по спецификации. Уже красное дерево, махагони, если мы откроем характеристики. То есть, опять же, единственный гриф на болтах, вот видите, да, то есть, гриф на болтах. Здесь будет уже, не будет сквозняком, то есть, вот, удешевлено. Если на гипсоне Thunderbird американском будет сквозняк, здесь у нас на болтах. Ну, материалы красное дерево неплохие. То есть, как вот на гипсоне делает, материал клён. То есть, опять же, ну, специфическая вещь для новичка специфична. Опять же, это больше вот под какое-то шоу-концерты. Вот. То есть, тут, опять же, смотрите сами. Эпифон посмотрели. Грэч. Грэч, опять же, специфические инструменты продаются редко и стоят очень дорого, поэтому их смотреть не будем. Такие они слишком специфические для нас. Так. Ибанес посмотрели. Годин, Гибсон, Джендель посмотрели. Ямаху посмотрели. Что мы ещё не смотрели? Мы что-то точно не смотрели ещё. Что-то мы не смотрели. А! Дин мы не смотрели. Точняк. Вот давайте Дин посмотрим. Так, Дин, опять же, это тематика метальная в основном. То есть, это такая вот компания, которая именно для... Вот, заточена под вот такие тяжёлые какие-то... Ну, здесь, кстати, нет особо у них каких-то экстремальных форм. Опять же, есть такой класс музыкантов. У меня такой друг есть, я лично с ним знаком. Которые не воспринимают гитары, если там нет каких-то рогов, если там нет каких-то вот этих вот экстремальных вещей, каких-то там рюшечек, там вот этого всего как бы тематического. Они там, для них, понимаешь, там пресижен, там, они не воспринимают. Да, то есть, зачем это надо? Слишком просто, слишком скучно. Вот Дин, это как раз Дин. Написано типа Эбонез, бас-гитара. Вот, ну, опять же, это для экстремалов. Что у нас здесь? Агатис, это такой вот тоже Эбонезовский вариант. Агатис, клён с палисандровой накладкой, на болтах, 34 дюйма, мензура стандартная, калки закрыты, винтаж. Ну, это такой вот у них за 20 тысяч самый простой бас. С одним хамбом, кстати, такого специфически. Дальше идёт у нас с двумя хамбами. Нет, тоже с одним хамбом у них. Вот, ну и тут Дэна 24 тысячи, опять же. Ну, у них какие-то они вот двинулись в такую классические формы больше. Ну, опять же, голова напоминает что-то там Джексон. Ну, опять же, больше для тяжеляка. Да, вот с хамбами у них. И вот какой-то копия какого-то пресижена. Ну, специфическая какая-то копия непонятным грифом. Ольха корпус, топ ольха. Ну, это какой-то прям элитный, элитный Дин. Ну, вот, я не слышал, не знаю, не могу ничего сказать. Вот. Ну, опять же, да, только такой более экстремальный вариант. Максимальный вариант для экстремальной музыки. Так, шектор. Шектор. Давайте посмотрим шектор. Популярные инструменты. Очень их любят. Здесь ничего нет такого. Омин вот есть только. Сейчас вот, который в наличии. Инструменты в основном для тяжеляка. Ну, как у меня сложилось, вот, по моим ощущениям, все шектора, которые я когда-либо в руках держал, они мне не понравились. Ни один. То есть, хотя это распространенные инструменты, их покупают. Недорогие пятиструнки, там, в 30 тысяч даже меньше. Шектор Даймонд. Ну, вот, вот, шектор Даймонд, как бы, опять же, из-за снимателя. Вот. Даже никаких нет описаний, ничего. Ну, опять же, такие, ну, по форме интересно. Да, опять же, такой немножко в сторону экстрима металла. Лично, по-моему, опыту мне не нравится. Шектор, не знаю. То есть, сколько я их не держал, они все то ли неудачные, то ли, ну, как бы, мне так попадалось. В общем, не знаю. Опять же, смотрите. Для экстремала, ну, опять же, для экстремальной музыки можно взять для металла. Вот у нас, опять же, тут вырисовывается. Для металла можно брать, там, Шектор. Можно брать, например, ну, скажем, ну, Джексон, Шектор. Это Дин можно брать, более экстремальные варианты. Также, ну, можно тот же Корт даже брать, в принципе, для металла они нормальные. Они довольно-таки, то есть, у них лязгущий звук такой, они, треск, у них прикольно звучат, именно обертонистый тоже можно брать. Более классические варианты, опять же, да, у нас это Фендер, это, там, тот же Корт, опять же, GNDL, вот, и Бан-Эс. Для металла и Бан-Эс тоже можно брать, в принципе, они довольно обертонистые. Особенно там 500 и 300 и отлично звучат. Опять же, по поводу 300, вот я говорил, легендарная модель. На них играют, то есть, я смотрел, иногда посмотрю одного блогера французского, у него основной инструмент, именно 300, вот эта эсэка. И у него классно она звучит, только 305-я пятиструна. Я его даже рассматривал, насмотревшись его видео, я вот как раз заказался 35-ю, не брал, а не взял, да, объяснил по каким причинам. Вот, но у них прикольный звук, опять же, такой сухой, прям вот активный сухой звук, без перегрузки, зубы обертонов, если, например, джазбаса возьмете, он будет такой весь обертонистый, там будет все панч такой, будет все такое звенеть, струна, прям очень много обертонов, звук насыщенный. Здесь такой прям сухой, но в этом есть свой прикол. То есть, в этом есть свой, как бы, так скажем, характер звука Ибонеза. Вот. Значит, давайте подводить итоги. Топ-3. Я попробую топ-3 определить. Все, мы, по-моему, все посмотрели. Gibson, Godin, Jackson, Yamaha. Значит, топ-3. Опять же, в этом топе можно, как бы, менять местами, но я думаю, я расставлю так. Значит, первое место я дам Yamaha. Вот это вот. Цена-качество. Отлично. То есть, это пассивный инструмент. Тут нет никаких наворотов. Все просто. Чистый звук. Отличный. По качеству. По цене-качеству. Топ-1 у меня. 174 Yamaha. Топ-2. Я бы отдал карту, на самом деле, опять же, C4, C5, вот этим моделям. Потому что по начинке это просто супер-топ. То есть, они и делаются хорошо. То есть, берешь вот этот корт, и такое ощущение, как будто, ну, реально, какой-то бутиковый инструмент. Реально, хорошо все сделано. Все, ничего, нигде клей не торчит. Никакой нигде не отваливается. Нормальные колки. Все ок. Хорошая электроника. Marbass. Все, я даже разбирал, смотрел, все сделано культурно, как бы. То есть, по качеству, по цене, вот, второе место я дам карты, C4. Но они уже на десяточку дороже. На целую десяточку. Поэтому это тоже надо учитывать. Момент этот. Вот. Но по начинке они, конечно, как бы, очень классные. То есть, они поинтереснее, чем и Bones по начинке, и сделаны по качественнее. Но, опять же, пожестче. Как мне показалось, C4, вот, карты пожестче, чем Bones, если сравнивать ближайших конкурентов. То есть, где-то надо подотстроить, где-то поменьше расстояние сделать. То есть, именно немножко жестковатые они. А так, классно сделаны. Топ-2. Топ-3. Топ-3 это сложно. Здесь у нас, как мне кажется, можно, опять же, дать и SR даже 300, 305-му можно дать топ-3. Но я, наверное, дам, скорее всего, Classic Vibe. Хотя дорого, опять же. Если бы было подешевле. Если бы было, там, ну, не 46, а 36, например. Или как они там раньше стоили, 30 тысяч, там, когда-то 5 лет назад. То можно было дать ему даже, там, первое-второе место. Отличные инструменты. Мне очень нравятся. По звуку они очень классные. То есть, Classic Vibe. Плюс они даже, они ценятся. То есть, они, в принципе, ценятся. И, опять же, я вот рассматриваю даже покупку именно Precision. Конечно, ну, как, если варианты будут, я себе рассмотрю. Опять же, даже мексиканцы, они поинтересней. Вот, но уже ценник 80. Если есть возможность, конечно, Мексо прикольная. То есть, новый Мексо, они вообще прикольно сделаны. То есть, уже все как на американцы. Даже не отличишь. Американцы, например, 10 лет назад выглядели так же, в принципе. То есть, ну, и звучат они классно. Вот, то есть, третье место, опять же, здесь можно либо Classic Vibe рассматривать как третьими. Ну, опять же, дороговато. Тогда было бы подешевле, опять же, и дал бы первое. И можно рассматривать, опять же, сюда же, тот же Ibanez SR-300. Опять же, легендарная модель. И Gio тоже, они классно, как я уже говорил, собраны. SR-300 можно дать, вот, поделить вот это третье место SR-300 и Classic Vibe. SR-300, опять же, тот же минус. Очень дорого. То есть, это уже 36 тысяч. Это именно за четырехструнную модель 36 тысяч. И за пятиструнную у нас идет 42 тысячи. Ну, 36, в принципе, за четырехструнку нормально. То есть, можно дать ей, опять же, третье место. Но, опять же, смотрите по качеству. Можно, как бы, вот, внимательно. Как бы, может быть, у них слишком такой разброс в этом плане. Так, ну все. Посмотрели, насколько я понял. Мы все пробежались по всем вообще моделям. То, что у нас входит в наш, так скажем, в наш диапазон. И на этом сегодня все. Надеюсь, что было понятно, насколько на сегодняшний день мы посмотрели. На 27 июля. Что у нас вообще по рынку происходит. Естественно, сейчас так. Через год будет совсем по-другому по ценам. И по, как бы, так скажем, по ассортименту. По самим моделям. Может быть, что-то меняется. Там датчики и так далее. Все это видоизменяется. Все постоянно течет, меняется. Поэтому, ну, на сегодняшний день, если, опять же, у вас стал вопрос покупки инструментов. То я думаю, что это видео вам поможет немножко сориентироваться. Что, как. Какие инструменты. Что из себя представляют. Вот. На данный момент. Все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайк. Заходите в группу ВК. Обязательно. Везде подписывайтесь. В общем, оставляйте комментарии. Какие еще модели. Есть еще, конечно, множество. Там и Маркус Миллер. Инструменты интересные. Но, не знаю. Я пока их не встречал. У нас в СНГ не есть. Они вообще как заказать. Пишите в комментариях, кстати. Как заказать, например, тот же Маркус Миллер инструмент. Хотя говорят. И я сам слышал. Вот эта модель. Очень классная. Недорогая. И, в принципе, как говорят, вообще уничтожает всех своих конкурентов. Окей. Маркус Миллер. Также можно сказать про Арио Про. У меня есть на канале обзоры двух Ари. Самые недорогие. Там JazzBass Precision за 15 тысяч. 15 900. Вот. Неплохие инструменты. Опять же. Можно брать для новичка. Вот. Начиная с Арии Про. Мне понравилось. Но, опять же, какой-то разброс по качеству. Например, вот у Precision. У того же у Арии Про. Там. Он легкий, как пушинка. JazzBass почему-то тяжеленный. Непонятно, почему так получается. Все. Друзья. На этом точно все. Всем пока. Всем любое дворота. До встречи. Подписывайтесь.